Тысячи жителей столицы в воде и без света с рядом проблем столкнулись махачкалинцы из-за затяжных дождей. О том, кого погода застала врасплох, смотрите в следующем сюжете. Это видеокадры от МЧС. На них видно, заблокированную женщину из подтопленного дома приходится вызволять спасателям. И это не единичный случай. Проливные дожди закрыли входы и выходы тысячам горожан. Так в поселке Турали вышла из берегов река Талгинка. Вода стремительно понеслась по жилым кварталам. Теперь там ни пройти, ни проехать. Улица Надежда. Все, Талгинка вышла из берегов и вот так вот течет на дорогу. А вот жильцам дома на Камаево 11 не повезло вдвойне. Дождь принес в их дома не речные стоки, а канализационные. Мало того, что из дома не выйти, так еще теперь повсюду вонь делятся жильцы. Канализация – это все с этого района, говорит, вот это новый город. Оттуда вся вода сюда течет. Запах, окна невозможно открывать, воняет. В летнее время вообще невозможно, не то что на первых этажах, да выше уже окна открывать. Запах вон невыносимый. Потому что все канализационные отходы, все фекалии, все идет туда. И ничего не делается. Практически подвалы можно осушить, технические работы, вот эти неполадки можно устранить. Жители Махачкалы из-за непогоды остались местами и без электричества. Большей части города электроснабжение было восстановлено. Однако в некоторых пригородных поселках проблема все еще актуальна. Например, в Семендере в микрорайоне опытное хозяйство, люди уже четвертые сутки без света. Проживает здесь более пяти тысяч семей. Дети в школу не идут, холодно очень. Маленькие дети дома мерзнут. Вот так и живем. А главное, и никому дело нету из-за этого. Смотри, у меня было полное вот это мясо. Я в город отнесла ее. И размороженная, кровь течет, вот такое место ясное, с чужих мест поставил. Уже второй раз. Как жить, что делать, не знаю. Обратно в Мурманск уехать, что ли? Даже так думаю. Очень трудно, очень тяжело. Дороги плохие. Свет такой, газ такой. А там порядок. Бывает, старикам даже помощь там дают. Ну а прогнозы синоптиков пока жители Махачкалы не радуют. В этом году, сообщают в гидрометцентре, осень и зима будут холодными и с большими осадками. Только за эти четыре дня в столице региона пролилась месячная норма дождей. 15 числа она будет продолжаться до 22-го включительно. И чуть-чуть, может быть, в ночь 23 тоже перехватит. А потом начнется перерыв, где-то до 27-го, 28-го. Опять 29-30, опять начнется осенние дожди. С выходом уже на сентябрь, на декабрь. В декабре они будут чуть сильнее. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.